Много написано, а вообще о другом книге. 81-летний Леонур Мухамедов, сын расстрелянного в 1938 году участника движения «Алла Шорда», министра здравоохранения Казахской ССР Хасена Нурмахамедова. Он приехал из Санкт-Петербурга в село Акмол, где находился Акмолинский лагерь жён изменников родины. Сюда на пять лет, как жена врага народа, была выслана его мать Кира Берсеньева. Леонур Мухамедов передал в музей Алжир некоторые фотографии из семейного архива. Нет, ни я, ни моя семья не стали не антисталинистами, не стали, так сказать, как раньше говорили, антисоветчиками. Я был, и не только я был, активным членом Коммунистической партии. Понимаете, нельзя, так сказать, строить жизнь на ненависти. Понимаете, как говорят, бывают ошибки, бывают принципиально неправильные действия тех или иных лиц. Но страну, в которой растёшь и выжил, я имею в виду, скажем, Советский Союз целиком бывший. Но страна мне всегда была дорога, и я считал своим долгом, обязанностью сделать то, что я могу. Участники конференции потомки не забывают прибыли из Беларуси, России, Израиля и Германии. Их мнения и воспоминания о годах сталинских репрессий разделились. Внучка узницы лагеря Алжир Лидии Фрэнклин-Виолины, прибывшая из Москвы Дарья Виолина, говорит, что несмотря на гонения и преследования, в России растёт пропаганда сталинизма. И в Казахстане нет двусмысленности по поводу сталинских репрессий. В России, к сожалению, она до сих пор есть. В России всерьёз можно на федеральных каналах обсуждать, не стоит ли переименовать Волгоград в Сталинград. В России позволено по центру города замечательная личная инициатива изначально «Бессмертный полк». А сегодня это большая государственная затея, и каждый пятый идёт с портретами Сталина. Я считаю это абсолютно оскорбительно по отношению к десяткам миллионов загубленных жизней. Массовые сталинские репрессии начались в Советском Союзе около 80 лет назад и продолжились до середины 1950-х годов. По следениям историков, в лагерях в Казахстане было выслано около 5 миллионов человек. Продолжение следует...